друзья так поехали посмотрю знакомые фамилии Елена это Савинич или не Савинич до сих пор не знаю Лиля привет господи какое счастье что вы на свете когда я назвала своей сестрой это было от души ничего не просили какой я был счастливый когда вы попросили черенки еще сказали сколько это стоит нормально ну что поехали здороваться брат привет Наталья Москва привет Валентин Шелепов наступающего Нового года вот спасибо я не догадался вас поздравить Валентин спасибо выручили я железом поздравляю вас всех с наступающим Новым годом у меня одно пожелание ходить по саду низколеченным вот и одна единственная проблема я желаю от всей своей щерой украинской души чтобы вам не хватило ни сил ни времени собрать урожай вот такой был урожай чтобы потом сказали господи за что вот и как у меня и портится невозможно собрать и радость что урожай такой вот вот такого мое пожелание чтобы если что вас расстроило то что портится раньше чем вы собираете так много так Сергей Александрович здравствуйте Виноградов привет о господи старая гвардия опарина здравствуйте минус 12 московской области ну это я считаю нормально так всех с наступающим новым годом надеюсь сегодня не будет так надежда так мата 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 так вы имеете ввиду меня ладно если меня то я прошу во первых прощения во вторых больше не буду если я так бахтияров всем привет с казахстана наступающий Новый год Галина Подольская привет с Хабаровска ой первый раз я вижу письмо Александра Ребрика его тень сюда маячила рядом я чувствовал его присутствие понятия имею что он сейчас написал может ругать меня будет дорогие настоящие самом расстройки и ожелезненные садоводы далеко не самой садовой страны россии попробую тут что-то путь не вырастить если тундра у нас не то что севернее а буквально на каждом шагу трудно растениям и нелегко людям хочу поприветствовать выдающегося садовода Валерика Синжелезова моего друга и земляка греблик фамилия украинская мы земляки для меня земляк дороже и роднее он не меньше чем это родственник поблагодарить его за подвижный и неустанный труд во имя того чтобы сады свели я через пятьдесят семье вы дорогие слушайте вы будете сидеть ну не все мы будем сидеть ну спасибо вот под цветущими плодовыми и косточковыми толковать правнукам что были молодые сады учились носить у самого железа который был эпохой после Мичулина и Лусенко давайте дорожить такой счастливой возможностью которая выпала нам знать и слышать железа и подражать исследовать даже если и не во всем спасибо вам за ваше теплое отношение к Валерике Арсеновичу за верность саду в эти дни зима на мороз природа и теплые души ваши уже настроены на весну с новым годом который мы бесконечно встречаем с уважением садовод любитель ребрика Александр Алексеевич бывший редактор бывшего журнала вечник садовода так ну что я скажу я тронут у меня в глазах слезы стоят Александр Алексеевич вы про меня не забыли самый верный друг начиная с по этой самой отвернулись все те кто меня знал журналисты вот так как вспомнил Николай Иванович фамилия на букву Л крупнейшая газета должность научный редактор Валерий Константинович мы не можем вас больше печатать потому что на вас поступила критика доктор наук фамилия начинается с бога А доктор наук написал что у него погибли все абрикосы значит у железов у него погибли а железов получается это проходимец потому что у него их и быть не может проверять не стал а тогда знаете как это сейчас посмотрел в фото галерею увидел там фотографии с сыном Сергеем с племянницей с Юлей с племянницей Даши вот с той же Савинич которая это моя совесть Савинич аспирант красноярская вот это еще понимаю а тогда то как он мог не верить беру там несколько фотографий печатаю статью как надо как не надо потому что это фотография из Крыма вот он и не поверил проверять он не стал чтобы проверить надо ехать в Сибирь а зачем а кислород перекрыл так что я уверен что если все эти годы с 2007 года по 2021 газета жива до сих пор за эти 14 лет каждый номер у меня печатали 14 умножим на 12 полторы сотни статей ведь мы же могли всю страну на уши поставить садовую научить людей только потому что кому-то не понравилось что это самый у него погибли значит не может такого быть то как в Сибири проверять не надо развел руками научный какой научный да у него профессия да он окончил тоже чего-то можете мерять руку ему было стыдно передо мной но он написал ну не можем мы печатать раз доктор наук такое это а вас мнение не можем и когда все это только один пример Юдина Тамара Александровна умерла это еще собиралась ко мне чтобы это у нас дешевые эти были сибирские как они называются сибирские санатории естественно бы приехала лично ко мне она в Москве меня встретила оказывается Тамара Александровна не другие тогда то я был более популярен мне все знали товарищ сана кажется железово терпеть не может товарищ сана встретила меня в Москве за руку бы это самое через этих не такая что на видео богатая за руку меня и в этот метро с метро и в дом науки вот где мне кислород тоже перекрыли все перекрыли и начал печатать Александр Алексеевич я вам показывал эти самые страницы ну спасибо конечно что он мне считает выдающимся вот теперь осталось не зазнаться спасибо Александр Алексеевич ваш журнал самый лучший все дочь жаль что бывшие старые номера храню перечитаю спасибо это было знаете какой журнал его в руки возьмешь это фантастика да я не любитель декоративных растений ну листать такой журнал это что попасть в сказку настоящий райский сад вот такой журнал был так Александр смотрите всем здравствуйте шкарова минус 15 Александр Невзоров всем здравия у нас в Алтайском крае воистину новогодняя погода почти целый день нет дождя уже почти целый день нет дождя что такое почти нет дождя а что он должен был быть перед новым годом год назад было ниже минус 40 ну сейчас творится вообще что-то невероятное так Влад Нижний Новгород заступающим новым годом всем здравия успехов Михаил Швинин Михаил я преклоняюсь передать Архангельская область минус 40 да у меня в башку вбито еще с Норильска потому что наши коллеги жили в этом самом ой жили Манчегорский был завод такой же как наш и тоже никелевый вот естественно комендировки то все мы общались вот я точно знаю что у вас там рай это минус 42 но это ладно вы же мне прислали фотографии яблок груш все деревья ломятся а это как понимать минус 42 и все ломится это значит что это самое для северо-западной страны вы выдающийся человек у вас наверняка там белая ночь у вас лето наверняка короче мое еще на месяц как вы умудряетесь а второго невзоров это комп переделывает текст одовольческий центр сияния этот комп сияние сияние так я правда не понял о чем речь ну ладно видимо я не все вижу не все знаю что вы думаете что вы думаете про специальности он не режет он мнет вопрос только в качестве чем меньше будет мнуть тем срастаться будет лучше но в любом случае будет калус калус бывает вот даже такой толщины когда на рекламных снимках этих секаторов пока на рекламных показывают прививки вот с таким вот наплывом калуса а он то не морозостойки это искусственная ткань калус это не кожа не кора а еще какие дебильные сами по себе прививки сами по себе никакого понятия просто случайные люди случайно отрезал случайно прижилось а впереди смерть а у них лучше то нету этих производителей они используют эти фотографии они дебильнейшие фотографии впереди через год-два смерть они используют их как рекламные вы смотрите какой замечательный ну может быть этого достаточно что я сказал так в этом центре есть варбу горкова такой цвет в каждом городе так смотрите сейчас помню сияние да это так сказать природный земледелие он есть везде я только сказал одно я заходил в сияние я знаком с человеком который является активнейшей такая Валерия Защитина такая знаете инициативная я восхищаюсь мне бы такую энергию с нас бы двоих получился бы вот такой вот этот вот а она содержит магазин а в магазине их просто с осени нету вот я и сказал мне же не жалко человек говорит ну пришлите коробочку и я такой человек по внутренней не могу отказать я пошел покупать эту коробочку думаю себе парочку вот а их нету вот все что я сказал я не смог купить зашел еще на рынке есть пару магазинов тоже нету вот я с легкой душой сказал извините помочь не могу а то что есть в каждом городе ну привозы бывает как то есть то нет то есть то нет вот так что единственное что спасибо что вы поняли я теперь понял о чем речь вот в каждом городе центре сияния я не могу что там найдет но искать надо прежде всего в таких центрах так Александр Смотритель утверждаю при прививке я всегда сразу для меня Смотритель это ну примерно как ой даже бои сказать вдруг зазнается ну короче это большая лига утверждаю при прививке толстого черенка на двух трехлетний подвой за год вырастает очень мощное дерево с ветками первого и второго порядка о Александр спасибо Николаевич здорово я все время забываю сказать привая на двухлетку понимаете привая ну в конце концов может быть одна почка прошла на две вот ну если приваешь еще это самое густая капулировка бывают и такие можно толстые а можно допустим два таких ставить в общем по двое двухлетка и о чудо мало того что вырастает мощное дерево оно двухлетка настоящая двухлетка и скелет и цветочек почек вот спасибо напомнили а я забыл сказать что на двухлетке вырастает не однолетний побег а сразу двухлетний вот здорово чтобы подсказали но а вам друзья остаются что берете какой-нибудь дико дикие ветки жалко их мне смертельно жалко ну где-то в тепле дома может мастерская есть тосите нож долго-долго потом правите на этом на кожное время долго-долго а потом раз старайтесь и на палец не отрезать два двадцать сорок сто до и где-то на тысячном разу у вас будет абсолютно ровный срез одним движением вот потом вы учитесь снова и теперь у вас будет на подвое такой срез на прямое такой срез ровненький и у вас тогда получится чудо о котором говорит Александр Николаевич песоцкий скобках смотрите сезон не и м и